Раньше на этом месте был туалет, теперь это свалка с мусором. Все, что сюда скидывают, ветер относит к ограде Людмилы Черненко. Суть в том, что мы недовольны, что вот эти вот гаражи, вот этот кооператив гаражный, сделал насыпь. Когда вот этой насыпи не было, у нас не было вот этого вот бардака. Потому что все было подробно и видно было, кто что делает. Они для себя насыпь сделали, а теперь все, что в гаражах они, бутылки, снег сходит, все в бутылках, все в мазуте. И вот это вот из дому стали возить елки, поганые матрасы засаные, и все это вот валяется. Женщина вызывала даже участкового, но проку мало. Хозяева гаражей на просьбы не мусорить реагируют неадекватно. А вы разговаривали вообще, допустим, с какими-то хозяями гаражей? С ними разговаривали. Да вы что? Я два раза подходила, меня чистым этим отправляли и все. Здесь молодежь. А самих хозяев мы даже не знаем, чьи это. Мы с председателем ни разу сколько просили в горосполкоме, сведите нас с этими. Бесполезно. Сколько проблем это уже время? Да сколько? Я уже три года хожу. В администрации железнодорожного района говорят, о проблеме знаем, будем решать. По ситуации, по гаражному кооперативу в курсе. Но, к сожалению, у нас проблема такая повсеместна, вблизи всех, вблизи многих гаражных кооперативов. Наверное, в первую очередь призываем гаражных кооперативов, чтобы в рамках местника чистоты проводили субботники, увозили мысор с биражей на полигон. Значит, по данному гаражному кооперативу по улице Лермонтово проведем обязательную проверку. Если свалку не уберут, то виновные лица будут привлечены к административной ответственности. А это штрафы от 4 и до 100 тысяч рублей. Дмитрий Гомбоев, Алексей Ромашов и Константин Гармаев. Новости дня.